Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Мария Журавлёва. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. Преподаватели Казанского университета получили удостоверение о повышении квалификации от группы СБЕР. Стали известны победители конкурса «Знаешь ли ты историю? Альваматер». В КФУ прошел онлайн-конкурс, посвященный международному доню ненасилия. На собрании трудового коллектива Химического института имени Бутлерова Казанского университета был назначен новый директор института Иван Стоиков. С новой должностью его поздравил ректор вуза Ильшат Гафуров и торжественно вручил директорский значок. А теперь к другим новостям. Обучение IT-технологиям довольно актуально в наше время. Такую возможность преподавателям одного из вузов Казани предоставила группа СБЕР. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Преподаватели Казанского университета прошли бесплатное обучение в летней цифровой школе Корпоративного университета СБЕР. По итогам обучения Рушан Сахбиев, управляющий отделением Банк Татарстан совместно с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым, вручили участникам программы удостоверение о повышении квалификации от группы СБЕР. Мы сделали упор на то, что подготовка, профессиональная переподготовка именно преподавателей на базе Корпоративного университета позволит обеспечить вот этот вот стык между тем, что сейчас реально происходит в крупных компаниях, цифровая трансформация, и доносить эти знания до студентов. Обучение проходило в онлайн формате, где преподаватели изучали теоретические основы и проходили практические занятия в IT. Все для того, чтобы наше образование и наше исследование сделать востребованными и прикладными, и чтобы наши студенты получали знания именно из первых рук, из разработчиков новой платформы СБЕР Банка, очень важно проведение таких мероприятий. Также на базе Казанского университета планируется создание лаборатории для студентов на основе курсов летней школы. Предполагаем несколько иной формат обучения. Мы тоже сегодня об этом и говорили, о том, что у нас есть планы по созданию на базе Казанского федерального университета по подготовке специалистов для работы на платформе группы СБЕР. После торжественной части вручения удостоверений Айрат Хасьянов, руководитель школы 21, провел лекцию об актуальных трендах в российском образовании. Ученый совет Казанского университета провел очередное заседание. О том, какие вопросы были на повестке дня и за какие заслуги наградили сотрудников ВУЗа, смотрите в нашем следующем сюжете. 15 октября в Казанском университете в онлайн-формате состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора ВУЗа Ильшата Гафурова. На повестке дня было сразу несколько вопросов. Выбор декана юридического факультета, заведующих кафедрами, присвоение ученых званий, выдача дипломов доктора и кандидата наук, а также отбор претендентов на замещение должностей работников профессорско-преподавательского состава университета и другие прочие вопросы. Также на заседании Ильшат Гафуров торжественно вручил награды за заслуги в образовании особо отличившимся сотрудникам. Отдельно была выражена и благодарность от гендиректора ПАОТ от Нефть Казанскому университету за плодотворное сотрудничество в период пандемии. Кроме того, были поздравлены и сотрудники с 80-летним юбилеем. Я хочу отдельно сказать слова огромной благодарности и нашим ветеранам, и осужденным нашим профессорам пожелать вам крепкого здоровья, что сейчас очень важно. Вы заложили фундамент нашего университета. Представьте, вот победе 75 лет, вам по 80, да? Вам большое спасибо, Бигзор Рахмат, что вы вот все эти годы с нами. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Линарда Влетьяров, Универ Ньюс. Стали известны победители конкурса «Знаешь ли ты историю Альма-Матер?» Кто выиграл главный приз, смотри далее. Биографии известных ученых, их открытие, умение читать по латыни. Эти и другие знания продемонстрировали студенты и аспиранты Казанского университета. Неделю назад состоялся финальный этап конкурса «Знаешь ли ты историю Альма-Матер?» И теперь пришла пора узнать победителей. На торжественной церемонии сперва наградили участников конкурса, которые не прошли в третий этап. Памятные подарки и дипломы вручила директор музея истории Казанского университета Светлана Фролова. Когда мы проводили квест, мы увидели, как вы были счастливы. Для нас, для сотрудников музея, это было очень важно. И счастливый человек, он просто учится. Команды, занявшие второе и третье места в конкурсе, выиграли поездку с Виярск. И, наконец, запоминающаяся поездку в Санкт-Петербург выиграла команда под названием «КФУшники». «Это было интересно, это было увлекательно, это было волнительно, но, тем не менее, это было очень приятно. И мы чертовски благодарны всем участникам, всем организаторам этого конкурса». Теперь участникам победившей команды предстоит выбрать все достопримечательности, которые им было бы интересно посетить в культурной столице. Диана Шлинкова, Леонард Волитьяров, Универ-Ньюс. В честь Международного дня ненасилия Казанский университет соучредил конкурс для школьников, нацеленный на создание проектов для профилактики конфликтов в травле в школах. Объяснить, что такое насилие и почему это плохо. Предотвратить травлю в школе и рассказать, какими методами можно урегулировать конфликт между людьми. Именно для этих целей был создан конкурс «Механизмы профилактики конфликтов в школе». Конкурс был приурочен к Международному дню. Ненасилие. Конкурс проходит у нас два этапа. Первый этап – это оценка конкурсных проектов, который длился до 16 октября. И сегодня у нас очный, так скажем, онлайн формат. А это оценка презентации участников, защита проектов. В конкурсе приняли участие школьники и руководители проектов из шести образовательных заведений Казани. Некоторые проекты уже реализованы в школах, какие-то уже обсуждаются для возможной реализации. Проект ориентирован на предотвращение и профилактику конфликтов в школе. То есть это буллинга, травли школьных конфликтов. То есть какие-то подходы, какие-то идеи, что они могут реализовать, какие действия могут в этом плане предпринять. Возможно, в скором будущем, благодаря внедренным проектам, в школах станет меньше конфликтов и насилия. Лев Диденко, Велета Васова, Универ Ньюс. Центральный банк России обсуждает возможное введение нового вида оплаты товаров и услуг на территории России. Цифровой рубль или крипторубль не заменит наличный и безналичный расчет, но в некоторых аспектах его использования будет намного удобнее. Что за крипторубль узнаете из нашего следующего сюжета. Тенденции и технологии современного мира меняются очень быстро. Расширяется применение цифровых финансовых технологий. С каждым днем для оплаты товаров и услуг все чаще используется безналичный расчет. В этих условиях общество формирует запрос на повышение скорости, удобства и безопасности денежных расчетов. Центральный банк России готовит проект по внедрению цифрового рубля на российский рынок. Крипторубль или цифровой рубль не является неналичными деньгами, поскольку он не существует в физической форме, а существует только в виде компьютерных записей. Но, с другой стороны, он не является и привычными нам безналичными деньгами, поскольку не является остатками на счетах в банках. Крипторубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России будет выпускать в дополнение к уже существующим формам денег. У граждан появится возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей, как в онлайн-режиме, так и в отсутствии доступа к интернету. Оперировать цифровым рублем можно будет помимо банков, не обращаясь к ним как к посредникам для хранения денег и для перевода денег от одного субъекта к другому субъекту. Отмечается, что введение в оборот крипторублей будет очень полезным для государственных структур. Так отследить переводы цифровых денег можно будет намного проще. По мнению экспертов, это сделает переводы средств более прозрачными, а также исключит возможность использования крипторублей в незаконных целях. Крипторубль – это будет валюта, все-таки контролируемая Центральным банком и таким образом полностью вписанная в денежно-кредитную систему России. А с другой стороны, объем выпуска крипторублей будет находиться в согласии с общей политикой Центрального банка по увеличению или уменьшению денежной массы. Пока что введение крипторубля – это только планы. В ближайшее время перед Центробанком станут задачи обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта. И только после этого станет ясным, будут ли граждане России, помимо кошелька и банковской карты, носить с собой в кармане еще и флешку с цифровыми рублями. Лев Диденко, Леонард Олесьяров, Универ, Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Продолжение следует...